здравствуйте приветствую всех зрителей этой передачи меня зовут евгений петров я являюсь заместителем генерального директора по маркетингу компании юницкий string technologies и в этой передаче а также в четырех последующих выпусках мы будем подводить итоги работы компании юницкий string technologies и других наших сателлитов которые помогают нам воплощать в жизнь технологии струнного транспорта шестым выпуском финальным у нас планируется выступление обращения ежегодно и традиционно уже генерального конструктора и генерального директора юницкий string technologies в котором будут подведены итоги работы за этот год и будет обозначен в целом тот статус в котором находится проект на сегодняшний день эти же пять выпусков они будут посвящены ответом на те вопросы которые зрители люди следящие за нашим проектом присылали нам на протяжении года мы постараемся ответить на большую часть этих вопросов постараемся ответить максимально исчерпывающие но естественно только в рамках тех компетенций в рамках той деятельности которая ведется вот компания юницкий string technologies и маркетинговыми нашими офисами в москве расположенными и в дубае сегодня у нас на связи директор компании юскавери олег маркевич зарецкий директор московской компании оо струнные технологии ницкого арсен виленч бабаян а также сотрудники зао струнные технологии ключевых подразделений это максим николаевич гусев руководитель отдела по управлению проектами и максим викторович кубышкин руководитель управления проектных работ мы начнем с того как вообще оформляется проект из чего состоит проект по реализации струнных транспортных комплексов вести я хотел бы предложить поговорить о том кто наши заказчики в чем их особенности как мы их находим как оформляются переговоры и какие этапы основные вот начальном стадии мы можем выделить я хотел бы первым предоставить слово попросить высказаться наверно арсена и ульяновича бабаяна который настоящее время курирует всю деятельность по реализации проектов на территории страны снг и арсен виленович во первых здравствуйте а во вторых пришел вас прошу рассказать о том кто же наш заказчик в чем его специфика и как выстраивается взаимодействие с ним здравствуйте уважаемые коллеги я бы хотел обозначить ключевых заказчиков в зависимости от видов транспортных систем трудных в данном случае мы только их рассматриваем у нас есть два типа два типа потенциальных заказчиков это власти и это корпорация вот между ними есть достаточно четкий вот раздел что власти интересуют преимущественно пассажирские транспортные системы корпорации интересуют преимущественно грузовые транспортные системы соответственно в городе у нас есть чуть более сложная конструкция связана с земельными отношениями случае с производственными грузовыми транспортными системами это задачи чуть проще но опять же сроки согласований земельных отношений одинаковые они не быстрые но и разумеется это требует затрат и вот кто эти затраты понесет во многом является скажем препятствием для быстрого эффективного набора заказов в общем то вот я думаю основной вот я обозначил ну ясно то есть по сути мы говорим о том что есть заказчики корпоративные причем это крупный крупный бизнес в основном да есть заказчики в лице муниципалитетов в лице федеральных властей если говорить например там российской федерации и есть вопрос который вот вы обозначили которые хотелось бы подсветить вы говорите что когда мы приходим с предложениями мы приходим с проектом то всех так или иначе интересует а где же у нас уже реализованы наши решения и как вот на этот вопрос мы отвечаем олег маркович вот вы ведете переговоры сейчас ну мне самый сложный вопрос да я думал я думал что вы меня спросите мне мнение о том тоже о проектах я скажу только чуть чуть попозже я в первую очередь хочу сказать что я не во всем конечно согласен с арсеном потому что вопрос в том что не факт что грузовые допустим перевозки легче продать или они выгоднее на они они может быть коммерчески конечно более привлекательны но нельзя забывать что они более дорогие во первых во вторых их более сложно построить и сконструировать и построить в то время как пассажирские перевозки конечно нами более отработаны у нас есть действующая линия допустим в первой шарджи впервые действующая линия но олег маркович нужно еще сказать что сегодня те проекты которые вот ведет за островной технологии которые мы здесь делаем юнистский стиль технологии это все на сегодняшний день пассажирс да 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 то есть вопрос вопрос как раз я считаю не в том пассажирские или грузовые вопрос том и даже никто заказчик там частный или газ вопрос откуда идет оплата на самом деле может быть только два вида финансирования это или из бюджета то что арсен говорил там государственное или что-то еще то есть из общественных делик или частные инвестиции при этом надо прекрасно понимать что как правило большинство проектов общественного транспорта как таковые они убыточные метро в нью-йорке метро в москве метро в доминикане в санта доминго я был санта доминго по моему нам говорили что каждый месяц государство доплачивает 9 миллионов долларов просто чтобы это метро функционировал но муниципалитеты государства никогда не откажутся от строительства этих метров почему потому что строительство такого общественного транспорта она дает кучу вторичных преимуществ развитие регионов занятость населения рост цены на недвижимость и прочее прочее но проблема то в том что бюджеты как правило расписываются на 5 на 10 лет вперед инфраструктурные проекты они планируются есть план развития городов которые там принимается раз там в 5-10 лет утверждается но для частного инвестора такой проект не интересен он никогда не будет финансировать такой проект частный инвестор будет финансировать проект который дает реальную окупаемость это может быть и грузовой это может быть и пассажирский весь вопрос в покупательной способности сколько стоит сколько человек будет способен заплатить за билет допустим санта доминго цена на билет на метро 40 центов и государство доплачивает людям чтобы они ездили просто они знают если остановить метро будет революция а вот допустим соединить город с аэропортом там уже другие люди ездят они готовы заплатить за билеты 10 долларов и 20 долларов потому что те люди которые едут в аэропорт они уже купили билет за 1000 долларов соответственно можно найти коммерчески привлекательный проект и пассажирский и естественно грузовой весь вопрос в том что его на необходимо найти и вот здесь главный вопрос это кто будет финансировать проект или это будет бюджет или это будет частный инвестор и вот исходя из этого я бы конечно разделил две основные два основных направления работы это долгосрочные это работа с государственными работа с планировщиками городов есть там планы развития городов есть там архитектурные там планы и прочее прочее и мы туда уже входим у нас уже есть несколько допустим городов но где уже в плане развития города занесен занесен наш вид транспорта и соответственно когда он придет когда он будет воплощен ну наверное из наличия бюджетных средств или чего-то еще это долгосрочный проект но есть проекты которые мы можем начать достаточно быстро если будут частные инвестиции а частные инвестиции они будут когда инвесторы не будут ждать даже 10 лет на возврат инвестиций частные инвестиции должны пойти в проект который коммерчески очень привлекательны и такие проекты есть здесь кстати наверное олег маркович нужно сказать что вот как раз именно специфика технологии разработанные низкий стиль технологии она позволяет выходить на окупаемость на рентабельность более сжатые сроки во первых в этом мы выигрываем во первых мы дешевле любого другого транспортного решения аналогичного ну как минимум в три раза ну вот в лас-вегасе построили монорельс по моему по цене там чуть ли не 130 миллионов долларов за километр соответственно мы такую же транспортное решение можем решить там 20-30 миллионов долларов это по-прежнему 20-30 миллионов долларов и мы должны понимать это америка стоимость билета на самом деле просчитать то окупаемость проекта вот так грубо ну достаточно ну достаточно просто есть у нас есть люди там энтузиасты которые приходят из африки там не знаю там ну грубо из южного судана и говорят вот давайте построим там линию 30 километров между двумя городами ну хорошо 30 километров это проект который будет стоить ну как минимум 150 200 миллионов долларов а сколько людей будет ездить ой много там в день мы будут ездить там 10000 хорошо а сколько они способны заплатить за билет 10 центов соответственно получается что эта линия она никогда не окупится она будет она не привлекательна для частного инвестора а бюджет южного судана ну или какой-то там страны швамбранди там или какой-то африканской страны он очень не насыщен скажем так соответственно вот здесь момент который конечно я считаю нам надо сконцентрироваться окупаемость грузового проекта конечно очень привлекательно или юнитранса или контейнерного оборота или ну вообще грузовых перевозок потому что опять же это достаточно просто просчитать и но найти как можно больше таких проектов выйти на потенциальных заказчиков доказать ему преимущество технологии струнного транспорта юнитского обосновано и затем если человек будет заинтересован а если это частный инвестор если это частная компания которая конечно в при капитализме все пытаются заработать как можно больше то здесь это наша я считаю возможность достаточно быстро применить технологию а на ответ на вопрос я скажу то что когда меня спрашивают а вот у вас нет еще действующей линии я всегда говорю она есть это неправильно абсолютно сведения что у нас нет действующей линии у нас есть первая линия в шарджи пассажирская линия которая построена который имеет все элементы транспортного комплекса станция техническая станция путевая эстакада транспортные средства а главное которая сертифицирована опять же про сертификацию это отдельная боли это мы наверно будем позже говорить я бы еще давай еще поговорим но я не буду концентрироваться кем как она сертифицирована но в результате всего этого процесса у нас есть бумага от правительства шарджи от правительства органа что мы нам разрешается перевозить пассажиров на этой линии и мы перевозим я думаю если там посчитать может перевезли тысячи там студентов там визитеров нашего центра делегаций разных у нас там короли каждый день у нас осуществляется контролирую каждый день осуществляется контролируемая эксплуатация проходим 30 иди то есть это это линия которая находится в эксплуатации да она 400 метров какая разница на 400 метров или четыре километра она находится в каждодневной эксплуатации мы там перевозим людей на законных основаниях но единство мы не я мы не продаем билеты у нас нет такой лицензии как бы но можем и продавать если а если да если кто-то захочет купить пусть приедет и купит а можно я добавлю немножко я хотел сказать по поводу одного из самых наших первых проектов на который построен был еще в 2015 году и если вдуматься в этот вот когда мы разговариваем с клиентом да если вдуматься в эту цифру то прошло уже восемь полных лет да то есть и скоро будет практически девять или потом в марте или в апреле там где-то вот в начале года это значит что в течение девяти лет наша ли не эксплуатируется каждый день да то есть мы ловим там какое-то количество потенциалов для улучшения да то есть и так далее но эта линия эксплуатируется каждый день да то есть вот ее как 2015 году построили и говорить по поводу того что ну там же не блин там не ездят люди допустим да или так далее но нужно понимать что ну если честно откровенно да то есть между между со своими сотрудниками и всеми зрителями человек от мешка с песком да это в техническом плане ничем не отличается если мы поставили да то есть мягко говоря там либо песок либо воду там в бутылках либо еще что-то но полностью пригрузили транспорт он по факту до осуществляет это с полной нагрузкой так вот с полной нагрузкой да на путевую на транспорт на все что на все что угодно да то есть иногда у нас это тестируется и 24 часа да то есть непрерывно а потом еще непрерывно и еще и еще и еще мы вот как ранее мы пытаемся вот как раз течение там 8 уже до скоро будет 9 лет как найти конец ресурса да то есть обычно наши линии даже вот в экономить ну то есть в коммерческих проектах не будут так сильно эксплуатироваться да потому что не все равно есть время на обслуживание и так далее и вот как раз вот это вот время 9 лет да то есть первая наша линия которая все еще ездит который все еще можно приехать минск посмотреть как она работает и все остальное и в том что она хорошо эксплуатирует и хорошо себя показала олег маркович очень хороший пример привел про тестовый участок 1 в шар джи сколько моего паса построили олег маркович не помнишь нет по моему от момента реализации дома но там 22 года больше на самом деле там даже учитывая два с небольшим года там же был к вид так вот я бы хотел бы поподробнее раскрыть эту тему почему потому что на самом деле вот для инфраструктурного проекта пускай он коротенький 400 метров но два года это на самом деле это просто стахановские сроки это очень быстро и в первую очередь почему быстро так получилось я немножко вот раскрою секреты кухни так сказать само проектирование на самом деле можно прыгнуть очень быстро и даже сложный проект можно запретить за один год то есть сами принять технические решения модели подготовить чертежи подготовить все необходимые расчеты инженерные за один год можно сделать и там так и было и даже быстрее мы выполнили бюрократическая вот эта машина вот эти процедуры землеустроительные дела согласование с заинтересованными сторонами вот это занимает очень долгое долгое время и почему в шарджи получилось быстро потому что ну во первых короткий участок во вторых это все на одном земельном участке то есть сложена работа команды проектной команды кто занимался реализацией сложена работа администрации парка где этот проект был реализован и вот при скажем так при всех сложившихся положительных факторах вот этот проект мы резали быстро когда мы говорим о реальном адресном проекте то если нельзя забывать что наши проекта ниже это же линейный объект то есть как правило это несколько десятков километров если мы говорим про и про реальную трассу иногда это может быть несколько стран и несколько стран да поэтому с чем мы в первую очередь сталкиваемся то есть перни перед первичное чем мы занимаемся как проектировщика это выбираем оптимальный маршрут трассу как правило на этапе каких-то предпроектных проработок на этапе технико-экономического обоснованием прорабатываем несколько маршрутов вот и на каждом варианте это как правило несколько землепользователей несколько заинтересованных сторон это может быть десятки у нас есть проекты которые в беларуси на двадцать одном километре который высокоскоростной там было по моему 13 землепользователей с каждым согласовать у каждого свое видение и это как раз вот занимает годы а потом еще землеустроительные моменты да поэтому вот те в сроки в которой мы реализовали вот эти наши проекты которые существуют на самом деле это сроки которые очень сжатые когда мы говорим о реальном проекте то само планирование я уже не говорю про конкретно реальное проектирование то о чем арсен бабыян говорю занимает годы и при слаженной работе при заинтересованности клиента и заказчика только можно уложиться в какие-то сжатые сроки отжато я считаю это два-три года и только вот по прошествии трех лет можно выходить на этап реализации уже непосредственно строительства то есть вот мы должны понимать что такой инфраструктурный проект вот это мы с арсеном говорили арсен сказал такую вещь что в наших проектах скажем так заказчик интересант и кошелек они ходят не вместе они ходят раздельно и наша задача вот во многих случаях когда это свести того кто будет пользоваться вот допустим пассажирской трассы и того кто готов оплатить строительство и проектирование этой пассажирской трассы и затем становится выгодоприобретателем ну а что касается вот того что вопроса которые задают все что а где мы построили да то мы вот видим что нам есть на него что ответить и мы довольно таки убедительные и в общем это решается есть значит государство есть крупный бизнес корпорации есть земельные вопросы которые нам необходимо решать еще много 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 разных составляющих вот этого пазла который вот мы называем проектом какие-то основные этапы тем не менее можно ли выделить вот максим никого еще нужно понимать что я и мои сотрудники да не руководители проекта они отвечают в целом комплексно до типа за то чтобы связать разное количество управлений отделов и так далее потому что вроде как кажется да что а что здесь делать а что здесь думать да то есть но если на самое маленькое коммерческое предложение да то есть и в дальнейшем мы не забываем что у нас есть строительные конструкции на стандартные нестандартные но все же это строительные конструкции путевая структура да то есть и если мы понимаем что строительные конструкции это инженеры строители да то здесь конструктора да, то есть инжиниринг и так далее, транспортное средство, да, то есть юнимобили. Все-таки конструкторы. Да, вот, здесь тоже там конструкторы и так далее, система управления, и это айтишники, и если вдуматься просто об этих четырех элементах, их даже в институте учат на разных факультетах, они используют максимально разную терминологию, да, то есть и много компаний, и в США, и Европе, и так далее, то есть мне удалось много где обработать, вот, они очень редко находят общий язык. Не забываем, что у нас есть процесс сертификации, да, то есть у нас есть юристы-бухгалтера, у нас есть закупщики-логисты, главные конструктора во главе с Анатолием Эдуардовичем, у нас есть продажи, да, вот, ребят, которых вы уже слышали и так далее. Если в купе все это взять, то у нас где-то на проект уходит, там, человек 300-600, да, и это кажется, что мы еще иногда делаем это малым количеством человек. Вот, но если базово, давайте, типа, пройдемся по шагам уже. У нас есть входящая заявка, да, и это, понятно, заинтересованность клиента в нашей технологии, мы отвечаем на какие-то вопросы, ответы, и, как правило, да, то есть этим занимаются у нас люди, которые занимаются продажами. Потом идет сбор данных и клиента его бизнес-нужных, да, потому что зачем этот, да, то есть проект был нужен, какие у него там бизнес-цели и так далее. И на этом этапе у нас же подписывается NDA, да, Non-Declaration Agreement или соглашение о неразглашении. И поэтому мы так осторожно, да, то есть говорим о каких-то проектах и называем там имена, страны и так далее, просто потому что мы связаны юридически, да, то есть и клиент всегда в первую очередь, да, хочет иметь право в первом, да, то есть в первом заявить, когда ему интересно, да, по поводу того, что мы там с кем-то работаем и так далее, вот, потому что бизнес любит тишину на самом деле. Вот, а в дальнейшем дальше назначается руководитель проекта и подключение технических специалистов к обсуждению, да, и именно с этого шага начинается уже, то есть и работа и Максима, да, моя и всех остальных инженеров, как мы говорили, вот там вот от 300 и выше. Ну, я единственное, что, я прошу прощения, я хочу просто добавить, что мы не только, я все-таки, проходили мы такое, не разглашаем, где мы и с кем работаем, потому что у нас есть обязательства перед клиентами, потому что у нас есть примеры недобросовестной конкуренции, у нас есть примеры, когда, если мы начинаем говорить о том, где и что, вот, опять же, главное, это проект, если мы находим хороший проект, то там, как правило, уже есть конкуренты, это может быть и китайские компании, европейские компании, и, соответственно, как только они узнают о наличии какого-то проекта, они узнают о возможных каких-то оплатах, они узнают о возможной коммерческой выгоде, начинаются очень нездоровые движения, начинаются, которые зачастую являются огромным, создают огромные препятствия. Поэтому, конечно, мы, я лично предпочитаю не разглашать проект, пока не будет все финализировано, и когда не будут выделены на него средства, пока не будут на него выделены средства. И поэтому я хочу сказать, что если никто не слышит конкретно о каких мы проектах говорим, это не значит, что их нет, они есть, они есть в работе, мы просто ждем, когда они будут подтверждены, когда на них будут выделены средства, и мы делаем все, чтобы их получить как можно быстрее. Ну, мы конкретнее поговорим о тех проектах, которые у нас сейчас в работе, и о том, почему мы что-то говорим, а что-то не говорим, это следующие темы. Сейчас, Максим Николаевич, вы не закончили, да? Мы ничего не говорим на каком-то этапе, а что делаем, тем не менее? Хорошо, смотрите, в принципе, да, после того, как назначаются технические специалисты, руководители и так далее, тот, кто отвечает, да, собственно, за сроки, за бюджет, за все остальное, у нас идет сбор предварительных данных. И вроде казалось бы, что самый простой шаг, да, всего лишь собрать исходные данные. Но нужно понимать, да, что страны сильно разные, да, то есть проекты в США, проекты в Индонезии, проекты в России, проекты в Беларуси имеют разные нормативные базы, разные законы, да, и то, что мы можем, то, что какой-то продукт, да, определенный, вот спецификация, да, она подходит для одной страны, не подходит для второй другой страны. И иногда, да, то есть нам нужно адаптировать продукт или еще что-то, или, да, то есть нам еще не заплатили, мы не должны его адаптировать, но при этом мы должны понимать, сколько это будет стоить и так далее. Вот, потом мы должны собрать, да, вот как Максим, допустим, говорил, да, Кубышкин, вот, мы должны собрать информацию по земельным участкам, да, то есть как выгоднее, да, потому что иногда сам, допустим, да, вот самый короткий путь иногда, потому что с точки зрения там земли и так далее получается дороже, чем чуть более длинный и так далее. И мы начинаем готовить после того, как мы с клиентом обсудили, да, все то, что нас интересует и получили, предварительное коммерческое предложение. И вроде бы здесь казалось все еще, да, то есть коммерческое предложение, это не такой большой шаг, но даже здесь участвуют иногда там до 50 инженеров, да, потому что мы должны понимать, да, то есть анализ рынка поставщиков, потому что мы должны сразу даже на этом этапе понимать, что будет, допустим, в Беларуси произведено, да, то есть отправлено туда. Если отправлено туда, а какая есть налоговая база, да, для этого? Вот самый базовый пример, да, транспортное средство. Мы можем привезти его здесь и как транспортное средство отвезти туда, при этом попав в некоторых странах до 50% стоимости этого изделия, это просто налог, да, он пойдет в государство и при этом клиенту это будет дороже. А у нас таких транспортных средств на проекте может быть до сотни и больше. Или, допустим, мы привезем это как детали, соберем там, и тогда мы попадаем там на 5-10%, да, то есть чувствуете, но при этом мы должны найти проверенного поставщика. А в некоторых странах это довольно-таки проблематично, да, то есть и вот это вот определение маршрута, да, то есть определение логистики, потому что у нас есть разное количество транспортных средств, да, там, насколько я помню, их там в районе там 16, есть от двухместных там до 50 местных и выше, да, и как лучше, да, с минимальным интервалом там по 10 человек, либо чуть больше интервал, но 25 человек, да, и при этом рельс становится больше, анкерные опоры становятся больше, да, но при этом количество машин меньше, вот. А где вот эта вот идеальная середина по цене, по всему остальному? Если мы посчитали капитальные расходы, да, то есть не забывайте, что есть операционные, да, потому что когда мы говорили про ROI, да, то есть это про Return of Investments, либо возврат инвестиций, как Олег говорил, да, то есть там 10 лет это долго, нужно меньше и так далее, но его же тоже нужно посчитать, да, то есть а сколько, как обслуживается, как проходит электроэнергия и так далее, и так далее, и так далее. Даже мы не дошли еще до этапа подготовки там проектной документации, стадия А, стадия С, там свои еще, своя этапность, но уже видно сколько сложностей. И тем не менее, если мы говорим о государстве, если мы говорим о крупном бизнесе, то это очень специфическая целевая аудитория. Вот хотелось бы, Олег Маркович и Арсений Валерьевич вас попросить прокомментировать, а как, собственно, мы попадаем вот в эти кабинеты, что необходимо пройти до того момента, когда нас услышат. И еще также просил бы прокомментировать, собственно, вот уровень встреч, ну, скажем, за последний год, просто чтобы нашим зрителям, опять же, было понятно, о каком уровне идет речь, и сколько вообще вот потенциально в стране есть для нас клиентов, например, там, в Арабских Эмиратах или в Индии, где мы работаем активно. Мы продаем комплекс, мы его называем транспортно-инфраструктурный комплекс. Это полное решение, которое включает в себя и транспортные машины, и строительную часть, и станции, и систему управления, и все. Соответственно, продажа такого инфраструктурного проекта, она настолько специальна, она настолько эксклюзивна, что, конечно, вот я говорил, что, допустим, в Эмиратах 10 миллионов человек, из которых, ну, как минимум, 5 миллионов потенциально могут купить себе Мерседес там или БМВ. Но, допустим, людей, которые могут принять решение о строительстве такого проекта, ну, наверное, 10, 15. Я думаю, во всем мире их не больше, там, тысячи, там, тысячи пятьсот. То есть, как раз-таки вопрос в том, что как на этих людей выйти, и как им донести преимущества нашей системы, ее выгоды, вот это, наверное, главный вопрос. Ну, мы участвуем, конечно, мы участвуем в выставках. Я бы сказал, что мы очень успешно участвовали в выставках и в Турции, и в Эмиратах, в Абу-Даби. И я хочу сказать, но если взять, вот, допустим, Объединенные Арабские Эмираты, я смело могу заявить, что все, кто может быть заинтересован в нашей транспортной системе, все о ней знают. Все о ней знают, и мы со всеми ведем работу, мы со всеми ведем переговоры. Не надо скрывать, мы с Министерством транспорта Дубая, уже это долгая история. Мы в других странах то же самое, допустим, если взять страны, где мы активно работаем, там, в Индонезии. Мы встречались с губернатором города Джакарты, мы ему показывали наши преимущества. Были получены определенными органами соответствующие распоряжения, и мы работаем там. Министр транспорта Индии, очень большой политик и чиновник, это Нитингаткари, он приехал к нам, он посмотрел технологию, он проехал на первой линии, и он вышел, когда он сказал, да, технология существует, и она по своей доступности, безопасности должна быть применена в Индии. Ну, то есть, ну, кто после этого скажет, что у нас, допустим, нет действующей линии, она есть. И человек на ней проехал и сделал определенные выводы. То есть, конечно же, мы... Ну, не просто человека. Да, не просто человека, а министр транспорта. То есть, мы ему показали эвакуацию людей с помощью вот аварийного спуска вниз. Мы показали аварийную буксировку. И все эти вопросы, то есть, было не просто там проехать туда-обратно, а именно аспект безопасности был поставлен на первое место. И я хочу сказать, что, конечно же, ну, не во всех, но во многих очень странах, те люди, которые потенциально могут принять решение, они знают о нас. Они знают о нас. Другой вопрос, почему это решение еще не принято, насколько близко вот это счастливое мгновение, это другой вопрос. Ну, давайте говорить о том, что просто не везде еще принято решение. Да, скажем так, да, согласен, я согласен, да, не везде принято решение, но во многих странах идет работа, и просто, конечно, это занимает время. Это надо понимать, это занимает время. Коллеги, я... А можно мне два слова? Да, спасибо, Олег Маркович. Ну, давайте, Артем Юрьевич, только очень коротко, потому что мы уже выбиваемся из страны. На самом деле вопрос, на самом деле вопрос очень глубокий и интересный, как же все-таки мы ищем проекты, и как их правильно находить и продавать. Соответственно, первый проект мы популяризируем, струнные технологии. Мы несем это знание, вот, ну, примерно то, что я вам рассказывал. Ну, это как раз то, что вот Олег Маркович сказал об участии. Да, то есть мы несем знание, но это не единственный подход. Второй подход, он подход сверху. Мы пытаемся донести это до властей, как можно выше. Дальше, безусловно, все это воспринимают с большим позитивом. Еще не было, я не знаю, ни одного губернатора, вот, по своей опыте на работе, или, там, крупного руководителя, который бы не дал высокую оценку нашим транспортным системам струнным. Вот, и дальше это спускается вниз, но, к сожалению, по затухающей, как правило. И такой подход, он имеет право на жизнь, но вот у него есть такой недостаток, вот этот вот спуск вниз, он, соответственно, требует постоянного, что называется, активности, не всегда эффективной. Вот я, например, уверен, Олег Маркович в своей практике на международном рынке это использует, все-таки ориентируясь на то, что мы должны решать транспортную задачу. Как говорит Анатолий Дарч, транспорт должен быть не источником проблем, а инструментом их решения. Так вот, мы очень четко понимаем, какие транспортные задачи решают пассажирские системы, и какие транспортные, не только транспортные, там, экологические, такие задачи решают наши грузовые системы. И, собственно, понимая, какую проблему мы можем решить, у кого чего болит, и, соответственно, исходя из этого, ищем контакты и, собственно, выходим с предложениями. И вот иногда это бывает очень, скажем так, эффективно. Соответственно, мы понимаем о том, что мы внеуличный транспорт, это эффективное решение транспортных проблем мегаполисов. Мы выходим на область именно с этим адресным, конкретным технологическим решением и встречаем, собственно говоря, позитивное отношение, ну и проект каким-то образом начинает реально двигаться. Мы поговорим об этом как раз в наших следующих выпусках. Я напоминаю, что мы запланировали их как минимум пять до конца этого года. А шестым будет выступление обращения генерального директора и генерального конструктора Анатолия Леницкого, ежегодно подводящая итоги работы компании, группы компаний, точнее, за этот год. Спасибо, коллеги, за то, что поделились своим мнением, своим видением, вообще специфики работы по проекту. Ну, хотелось бы в качестве резюме только сказать, что несмотря на то, что действительно наш клиент — это очень высокопоставленные люди, это люди, очень большое значение, большой вес имеющие в обществе, тем не менее мы видим, что двери для нас открыты, и они к нам приезжают, и нас везде рады видеть, и о нашей технологии знают, нашу технологию принимают. А дальше задача просто в том, чтобы наращивать вот то количество проектов, которые у нас на сегодняшний день уже есть в работе, и спускать наших клиентов, которых не так много, по вот той самой воронке продаж, которая имеет свою специфику в нашем случае. И вот об этой специфике мы поговорили, а в следующий раз мы поговорим о тех проектах, которые актуально находятся в работе. Спасибо всем за внимание, до новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok